Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые зрители моего канала в ютубе. Это данное моё видео-продолжение о той трагедии, что совершил Ефремов. Повода два основных, главных. Первое. 13 июня Ефремов выпускает видео, где просит прощения, где кается, осознав, что произошло. Вторая причина. Вчера же, 13 июня, как совпадение, под копирку, точно такая же трагедия. Где бы вы думали, в Москве, в Петербурге на десятки миллионов человек? Нет. В маленьких Пушкинских горах, где я вот живу, вот откуда записывают данное видео. И вчера с женой мы, проезжая по объездной дороге Пушкинских гор основной, увидели точно такую же катастрофу, а не чуть дальше. Я хочу сейчас беспристрастно и пристрастно, без эмоций и с эмоциями, дать аналитику случившемуся, зачитать некоторые письма от рьяных защитников Ефремова. Ну и вот вам кратко, о чём данное видео будет сейчас. Ну, во-первых, я проанализирую обращение Ефремова с его раскаянием. Будет ли он отмазываться на самом деле, или всё-таки это за него сделают его друзья, знакомые? Я разберу некоторые обращения ко мне в виде претензий от поклонников Ефремова, что, мол, не судите, да не судимы будете. И вот для них специально аналогичный случай, который произошёл вчера. Давайте просуждаем на эту тему, что это вообще значит. И можно ли вообще говорить о какой-то защите того, содеянного вот такими людьми? А алкоголизм вообще-то что такое? Это болезнь или распущенность? Ведь многое из этого вытекает, как определять алкоголизм. Когда денег, да хуя, это что, индульгенция на убийство? Давайте кратко разберём тему о Михаил Ефремов, он мажор, рос мажором. И вообще, золотая молодёжь прошлого и настоящего, что это за явление? И будем ли мы это терпеть? И нормально ли это? То есть, одним можно, другим нельзя. И нравственно ли это их поведение, их жизнь? И к чему это приводит? Вот вы будете требовать от Стрежа, чтобы он летал как воробей, а от воробей, чтобы он летал как Стреж, будете или нет? А как вам вот такая тема? А стоит ли жизнь простого рабочего, ломаного гроша у нас сейчас в стране? До чего же опустились те люди, защищая вот таких? Совсем кратко напомню. 8 июня вечером поздно Ефремов на своём внедорожнике протаранил, выехав на встречную полосу прямо по прямой, что называется, машину, каблучок, жигуль, где погиб Захаров, его ровесник, простой человек, который подрабатывал, приехав для заработка для больной матери и других нужд своих, вот курьером. Он погиб на следующий день. Ефремова сначала показывали, и это видно, в каком состоянии. Там не то, что 2 промилле или 2,5 сколько показывали, там ясно, что вот теперь становится ясным, что там был не только алкоголь, потому что тут, так сказать, это даже бутылки мало для такого состояния. Однако мы все видели с вами факты, которые не скрыть. Это не бабушка надвое сказала, мы это видели с вами, состояние и так далее. А дальше он сказал, а я его вылечу. Вы же не врач. А зато у меня денег, да фиг. Ну, а далее его поклонники из правоохранительных органов домой проспаться повезли, домой. Далее, на следующий день, когда стало ясно, что человек Захаров умер, дальше его привезли в участок, дома его не было, кстати, но его нашли, привезли и дальше выбрали меры пресечения под домашний арест. Ну вот, прошло несколько дней, многие высказались на эту тему и по всем центральным каналам. И пусть отчасти правы те, кто говорят, что такая травля, потому что хотят на нем отыграться. Ну, что значит отыграться? Я вот это воспринимаю совершенно по-другому. Вы себя поставьте на место того, кого он в пьяном угаре раздавил, уничтожил, убил. Поставьте себя на место матери погибшего, которая больная женщина и, разумеется, умрет гораздо раньше, сейчас теперь уже, с горя, последние дни своей жизни она будет мучиться, она будет плакать, мучиться, страдать. Вы вот горлопаны лучше на место их себя поставьте, как бы вы в такой ситуации, попробуйте. Я понимаю, что некоторые из тех, кто вот такое пишет, что я сейчас зачитаю, вероятно, уже не люди, скорее всего, или с каким-то таким извращенным пониманием вообще жизни, что я даже не могу представить, откуда берутся такие мысли, откуда берутся такие письма. Это каким надо быть человеком? Что из себя представлять? Но, впрочем, обо этом обо всем по порядку. Итак, поехали. Я в прошлом своем видео, которое называется «Пьяный Ефремов убил ДТП человека. Бухлой жизни». Какое наказание ему будет и какое должно быть? Вот в этом своем видео я поставил один из вопросов, а всего их было четыре основных вопроса, кстати, посмотрите, пожалуйста, ответьте себе, и мне можете написать на эти вопросы. И, тем не менее, Ефремов опубликовал свое обращение к людям. И вспомните, дорогие товарищи, мои слова, которые я произнес, говоря, как должен поступить порядочный, честный человек, если он таковым является. Вот давайте сейчас послушайте эти мои слова. Вот внимание на экран. Интересно, кстати, будут ли предлагать деньги, отмазываться, или честно примет и скажет «Прошу наказать меня». А такие люди, кстати, единицы, но были по самой строгости закона в рамках действующего законодательства, потому что я совершил то, после чего себя человеком считать. Не могу и не могу дальше жить так с этим. Вот, кстати, это был бы шаг такой, за который я бы сказал, ну что ж, верю, что человек действительно осознал и будет жить оставшееся, вот сколько ему отведено, с этой мыслью, с этим гнётом вины, этим преступлением своим совершённым, и, так сказать, до конца дней будет раскаиваться. Ну, это ещё так будет ли это так вот? И давайте сейчас его посмотрим. Не важно, что вы уже смотрели, очень важно, что было свежее восприятие, и в памяти это не стиралось прямо сейчас, потому что я дальше аналитику буду давать на основании его слов. Уже четыре дня прошло с этого проклятого понедельника. Я не знал, что сказать, да и сейчас не знаю, не знаю, как и какими словами просить прощения у семьи Сергея Захарова. Но я всё равно прошу. Хотя знаю, что не простят. Я, конечно, помогу им всеми средствами, если примут. И если поймут, ну, может быть, потом, что это не попытка откупиться, а попытка искупить. И, конечно, у меня нет прощения от моей жены, от моих детей. Да и от всех тех, кто мне верил. Вот первые 36 секунд посмотрели. Что можно уже сейчас сказать? Ну, верю. Верю. Может быть, я не прав. Может быть, кто-то скажет. Есть такие психологи, уже выступали, что он там что-то скрывает. Всегда хочется верить в то, что у человека совесть ещё есть. И это похоже на правду, скажем так. Это похоже на искренность. Вообще непростительно садиться по пьянке за руль. Абсолютно прав он. Непростительно, о чём я всегда говорил, садиться пьяным за руль. Пьяный человек за рулём – это всегда преступник уже в любом случае. Дальше везение вопрос. Но обязательно, рано или поздно, безнаказанность в данном вопросе приведёт к трагедии, которая происходит каждый день. Сейчас мы до этого дойдём. Просто буквально про вчерашний, от нынешнего момента записи. Вот вчерашний случай, что вечером вчера произошло на моих глазах. В малюсеньком городочке, где и 8 тысяч человек нету на весь, что называется, район. Он пытается мне доказать, что правила дорожного движения обязательны для всех без исключения. Верно? Но ведь это не всегда так. И вы это знаете. Дальше он сказал, что и жена, и дети его осуждают и не простят. И это можно понять. Значит, честные они люди. Потому что неважно, родной ты человек, родственник, самый ближайший. Есть что-то выше, есть что-то больше. Это правда, это справедливость. Это то мерило, которое позволяет нам оставаться человеком или переступить человечное в себе. И конечная цель человеческой жизни, вообще цель её и смысл – не жить себе в радости и удовольствии. Гораздо глубокие мотивы для порядочного человека, его сути и смысла жизни. Слушаем дальше. Когда в результате гибнет невинный человек, хороший мужик, мой ровесник. Когда горе такое в его семье, я не понимаю, как дальше жить. Знаю, многие думают, что меня как артиста будут отмазывать. Нет, отмазываться, включая какие-то свои связи или знакомства, я не собираюсь и не буду. Да и как тут отмажешься, когда все всё видели? А вы слышали, товарищи либералы, кто его отмазывать уже пытался, потому что он борец с путинским ненавистным режимом, и я совершенно тут к Путину никакого не надо меня примазать, что я его защищаю. Вот эту глупость, ахинею нести, да, совершенно не к месту. А я говорю лишь о том, что вы только лишь на основании, вот та маленькая часть вас, горлопанов, орущих, что на основании того, что Ефремов является борцом с режимом высмеивания и так далее, вы ему готовы простить всё, переступить через вашу любимую демократию, защиту прав человека. Видать для вас, либералов, права и жизнь человека простого, значит совершенно гораздо меньше, чем жизнь известного человека, любимого вами, главное, потому что он является, как и вы, ненавистниками режима или чего-то угодно. То есть вы его любите, и поэтому вы готовы простить ему уже априори что угодно. Но в другой подобной ситуации, если это, например, какой-то чиновник, милиционер, прокурор и так далее, вы тут готовы его растерзать, и я готов, и я. Только не надо делать разницу между чиновником, прокурором и известным артистом. Никакой в этом разницы нет, о чём ваш любимец, как раз сейчас, Ефремов, совершенно справедливо и сказал. Нет оправдания, нет прощения. Все видели, и это невозможно, простите, понять. Не так ли? Да и я видел, когда проспался и отошёл от шока. Слава богу, мама моя не увидела. Это не кино. Назад уже ничего не перемотаешь. Конец. Нет уже больше. Никакого Ефремова. Больно, горько, жалко. Жалко, по-русски жалко, что называется, человеку. Вот у нас, знаете, есть такая черта национальная, вероятно, она в других народах тоже есть, но вот так остро, наверное, только в русском народе, и тому свидетельство прошлой Великой Отечественной войны, да, когда, ну, по-задорному скажу, прям по-задорному, как, не помню, где он как упомянул про это, что одна бабушка уже, вот немцы какие-то приехали, там, 50-70 лет спустя, там, да, и вот она немчик, и мы уж с вами воевали, мол, то ли к столу, то ли что-то, то есть то, что простить нельзя и невозможно, русский человек настолько как-то отходчив и забывает, что даже вплоть до того, что вот и неразумно, но тем не менее, вот такая душа, готова простить всё, что угодно. И есть такое выражение, повинную голову меч не сечёт. Вот это из-за этой области. Жалко. Вот человек такие слова говорит, я очень надеюсь, что искренне, что действительно хочется и поверить, и как-то вот, конечно, не понять. Вроде бы простить, а умом понимаешь, что нельзя за это прощать. Но вот вызывает жалость человек всегда, когда на осуждение шли, даже заслуженные преступники, русский человек жалел их, понимаете? Вот такая черта национальная, есть такое в душе. Предал я всех. Простите, пожалуйста. Больше сказать нечего. Предал я всех, сказал Ефремов, что нет больше Ефремова. Но правильно он сказал, правильно. Лучше бы он раньше об этом думал, когда пил очередную бутылку за бутылкой, когда вкалывал себе или нюхал что-то, потому что, сами знаете, там не только алкоголь был. Вот что ужасно. А как вернуть того человека, живого, вчера ещё живого, условно, вчера человека, что с его мамой, что с его друзьями, знакомыми. А как мы, видя всё это, боимся уже выезжать, что он за это на улицу, потому что каждый день такое происходит. И никто не застрахован. Какие бы правила вы не соблюдали, это бессмысленно, когда есть такие люди. Вот как с другой стороны. Вот если беспристрастно совершенно, вдумчиво, хладнокровно к этому вопросу подойти, это очень трудно. Хладнокровно, тем не менее. Что делать? Осуждать, нет? Давайте дальше рассуждать на эту тему. Вот ещё раз хочу всё-таки сказать. Вот это его покаяние. Чувствуется, что вот, ну, по крайней мере, я так ощущаю, что от души действительно есть ещё живое в человеке. Вот совесть, понимаете, осознал, что натворил. Возможно, я надеюсь. И что же? Взять и простить? Читаем некоторые письма. Письмо Светланы Мирошкиной под вот этим моим видео от 9 июня, которое на следующий день вышло, после того, как он совершил это преступление. А когда люди с деньгами врезаются на полной скорости в людей, стоящих на остановке, всё нормально? Это, видите, она мне пишет. Это она пишет мне. Что я в том видео говорил? Я говорил, показывал вам. Посмотрите, дорогие друзья, моё видео, которому уже несколько лет, про аналогичные ситуации, про алкоголь проклятый, про вот эту тему, которую я поднимал много лет подряд, и в том числе вот в том видео, которое я говорил. Вот оно, вот это видео. Вот, посмотрите его, чтобы понять, насколько моё негодование справедливо по отношению к таким людям, которые, так сказать, либо абсолютно идиоты, либо просто подонки. Читаю дальше. Никто не сел, и даже его не мыли журналисты. Я не знаю, как журналисты, во-первых, кто-то мыл. Такого резонанса, разумеется, не было бы, что человек неизвестный был настолько. А я скажу, что для меня не важно, кто это был. Рабочий сел за руль, выпил, убил человека. Депутат, президент. Такого человека, кто это совершил, нужно расстрелять. Потому что это не человек. Потому что это убийца абсолютно осознанный, холоднокровный. Он знает, что он едет убивать. Это циник и подонок. Такой человек. Образ просто вот такого человека. Не говорим о личностях сейчас. Хм, еще в мой адрес такое сказать. А если у Ефремова есть наклонность к спиртному, а кто без греха? Вы что, совсем? Это кем надо быть, чтобы такой? Ну тогда давайте по аналогии точно и скажем. Ну что ж, ну, Чикатило. Убивал, насиловал, там, ел людей. Ну подожди, стоп. Ну да, это нехорошо, конечно. Но кто без греха? Полная дебилка эта, Светлана. Просто нелюдь. Типа, кто без греха, бросите в него камень. Ну хорошо. Кто вообще без греха, наверное, таких нет. А кто в этом смысле без греха? Есть. Вот я, например, я никогда в жизни не употреблял алкоголь. Имею право бросить в него камень. Имею. Я человек. Я не хочу, чтобы моих детей давили. Или мою жену насмерть сбили. Я не хочу, чтобы такие люди были на свободе. Я не хочу, чтобы это было в обществе. Поэтому любой имеет право осудить. Так тоже нельзя поступать. Охренеть можно. Вы просто уже загнобили человека. И вообще, где доказательства? Душить таких надо. Представляете, какие подонкие твари есть. Почему пресса не освещает происшествие, как обычно это делается? Это вообще какой-то бред. Ладно, в общем, все понятно. Дальше идем. Некий Джеффри Дженсен. Только почему-то он по-русски пишет. Он чего, выучил русский язык? Интересно как. Он в таком состоянии вообще не мог быть за рулем. Его подставили. Представляете, что с людьми происходит? Откуда берутся такие конченые дебилы? Я просто в шоке. Теперь некий Пауль Борисов. По-английски Борисов. Хоть русская фамилия Пауль. Ну, что-то, видимо, немецкое. Очень, кстати, может быть. Ну, по духу, по крайней мере, да? Я имею в виду немцев недалекого прошлого. Всего лет 70 назад. А думайте, Ефремов не хотел никого сбивать. Совсем, что ли, дебил? Любой человек, кто садится пьяным за руль, хочет сбивать человека. Потому что он прекрасно знает, что тысячи таких, миллионы случаев было, есть и будут. И он точно такой же убийца. Он хочет это сделать. Коль он это делает, то же знает, что это было, есть и будет. Просто так произошло. И что теперь, человека сажать? Нет, убивать надо за это, а не сажать. Убил сажать надо за то, что ты, если сел пьяный за руль, и тебя поймали, определили, что ты пьяный. 10 лет минимум за это надо делать. Минимум, а лучше 15. Но если ты убил человека за рулем, только смертная казнь, только она, неотвратимая, стопроцентная, позволит не свершиться в будущем тысячам таких же точно преступлений, убийств, когда погибнут тысячи людей, и тысячи их родных будут скорбить и мучиться жить, и сломлено будет жизнью тысяч десятков, сотен тысяч людей. У него болезней и так куча, кого это волнует. Ему надо было об этом думать и не пить, коли у него так много кучи болезней, чтобы прошли эти болезни. И наркотики не принимать, и не курить. Совсем дебил, что ли, поле этот. Плюс он народный артист. И что? То есть, мать твою, народный артист имеет право и ему снисхождение, ну а простой работяга, либо кто-то бы убил, особенно кого вы не любите, например, то тогда бы съели живьем, или любому можно убить, но ничего страшного, он же, так сказать, больной человек, какие же подонки есть, господи. Нельзя портить жизнь заслуженному человеку за этот проступок. Опять как он расценивает это. Он убил человека, и по сути ни одного. И это проступок. Вот за это надо сажать. Вот за это надо находить. Вот за подобное пять лет сразу давать. Вот за это. Потому что это пишет только подонок, нелюдь. С двойными стандартами поражаюсь. У всех бывают ошибки. А какая-нибудь мразь пошла из подъезда, подловила какую-нибудь девочку, мальчика, идущего, так сказать, там, занять из кружка, изнасиловала, разрезала, расчленила, а потом еще съела или куда-нибудь закопала. Тварь такая. И что тогда тоже? Ну, у всех свои бывают ошибки. Он тоже может быть, знаете, как немножко невменяем. Ну, давайте тогда его психушку посадим. Давайте. Так и делают. А у него дочки красавицы. Скотина-то поганая поль. А у него, у Захарова, теща три дня назад умерла. Жена, которая тоже больной человек. А мама на грани жизни и смерти. Это как? Ничего? Вот за это. Вот я бы вообще такую тварь бы собственноручно расстрелял этого поля. Вот эту мразь. Но вот таких сажать надо однозначно. Вот за это надо пять лет давать сразу. Семья без отца будет. Одумайтесь. Ты, мразь, одумайся ты. У него, невинного человека, семья будет без кормильца. Мать будет без сына. Как будто война идет. А этот человек сам себе выкопал, что называется, могилу. Сам себе. Никто его туда не тащил. Многие его пытались отговорить по жизни. Хватит пить, хватит, одумайся и так далее. И кто из года в год, изо дня в день бухал. Кто садился тысячи раз пьяным за руль. Кто к этому пришел целенаправленно. Я однозначно знаю, что это произойдет рано или поздно. Кто? Вы представляете, какие есть подонки? Я сто процентов знаю. Я уверен на сто процентов, что это человек, который вот именно либерал. Не может человека без сдвига по фазе подобное написать. Но мы, собственно, о либералах еще немножко поговорим дальше. Вот Лидия пишет некое. Его сразу увезли и взяли пробы 2,5 промилле. Ефремов любит Россию, но ненавидит власть и также быков. И не надо говорить, что если люди не любят власть, значит, они не любят Россию. Лидия, молодец, что по-русски написала. Вы совсем больная на голову. Я что, говорил, что власть надо защищать любой ценой, что власть не делает ошибки, либо непорочно, либо не имеет заслуг, за которые, так сказать, заслуг ее можно осуждать в чем-то. И я что ли не снимал видео про горящие леса в Сибири, про вывоз леса под Сурдинку в Китай и так далее, про загрязненные реки, про последнюю трагедию, которая случилась под Норильском. Я что ли не осуждал и не высказывался так, что надо расстреливать тех, кто виновен и цинично уклоняется от ответственности и знал, что совершает чудовищное преступление перед природой, народом и так далее. Вы кому это говорите? Мне вы в своем уме вообще. А вот этот либеральный бред с замкнутым мозгом по фазе съехавшим, не надо смешивать несовместимое. Ефремов высказывался с ненавистью по отношению, с подколами, с издевками по отношению к русскому народу, истории, прошлому. Это абсолютно точно известно и это есть на просторах интернета. И поэтому не надо. Ефремов любит Россию. Академик Павлов любил Россию. Который тут критиковал, критиковал за то, что надо было критиковать, как он считал, только не бухая, а прямо открыто в глаза, честно открыто высказывал все, что он считает нужным. Но за границей, попав за границу, он вел себя как настоящий патриот, как настоящий человек, любящий свою родину, понимаете, родину, а не государство или там власть, родину свою любящую. И он ничего себе не позволял такого, что могло бросить тень и в глазах других людей, так сказать, его родина, его нация, его, так сказать, народ мог бы как-то плохо, недостойно выглядеть в глазах, так сказать, вот зарубежных коллег. Может быть, у академика Павлова была более правильная и честная, справедливая позиция, а? И вот вопрос, раскаяние, искреннее. Я надеюсь, что да, я надеюсь на это, я очень хочу в это верить. И что делать дальше? Правильно, что он опубликовал данное видео? Я считаю, что правильно, молодец. Меняет ли это что-то в плане наказания? Никак не должно менять. Либо жесткое наказание, либо нас будут давить, неповинных людей будут давить. Теперь пора, настало время сказать, что же было вчера. Вот прямо вчера, вот буквально вчера, в тот день, когда Ефрема выпустил свое видео. Вечером мы с женой поехали через Пушкинские горы по одному делу. И вернулись где-то через час-час двадцать. По той же дороге. И увидели страшное. У меня нет в той машине, на которой мы ехали, вот этого записывающего устройства. Оказалось так, что на месте трагедии был наш знакомый, кто ремонтирует, там делает ТО нашим автомобилем. Он дал совет, что в таких-то соцсетях, а там снимали люди, будут выложены сюжеты про это. И вы знаете, а то показалось бы пустыми словами для кого-то то, что я сейчас скажу, а я вот докажу, покажу сейчас вам. Кстати, наша машина там даже видна, как она едет. Вот вы сейчас этот сюжет посмотрите. Я вам скажу лишь одно. Это была под копирую одна и та же ситуация. Почему? Одна машина с другой на встречку, по прямой дороге, вообще по прямой, там даже изгиба нет, столкнулась на огромной скорости. Ну, больше 120 встречная была, это прям гарантированно, потому что... Вот вы сейчас кадр увидите. Одну машину смяло так, что она, ну, колеса внутрь залегли. То есть, там человек был, парень, 92-го года рождения. Он погиб на месте. На куски буквально разорвало там вот и кровь, и кости, все. Понимаете, то есть, там, как говорят, я, естественно, останавливаться, заглядывать неприлично не стали даже. А кто был за рулем другой машины? А за рулем этого БМВ была конченная мразь, пьянь поганая, которая с двумя дружками бухали, ездили, куражились и, соответственно, доездились. Убили парня 92-го года рождения, 28 лет. Все, нет его больше. Эта пьянь потеряла Селезенку в больнице сейчас из реанимации, перевели в палату общую. Естественно, будут судить, это я буду освещать. Посмотрим, сколько ему дадут за убийство умышленное. А должны это судить как умышленное убийство. Я бы, конечно, расстрелял за это. Вот, кстати, Караулов на днях тут 15-го числа выпустил видео свое про одного сынка какого-то главы района, который задавил двух молодых ребят по 17 лет, убил насмерть. А дело уголовное даже не завели или прекратили, я уж там не помню. Короче говоря, полгода это длилось, мать, все пороги била, бесполезно, что в итоге выпустил ролик Караулов, нажал куда надо, так сказать, и, да, возбудили дело, будут судить. Но те, кто противодействовал полгода, кто не возбуждал уголовное дело, ясно, вась-вась руку моет, там, понят, глава района и все остальные, за это надо минимум на пятнашку их сажать. Минимум, однозначно. Тех, кто виноват в этом, кто противодействовал, кто, имея свои связи, государственную службу, не давал возбуждению дела, препятствовал. И сделал все, чтобы безнаказанная сволочь радовалась жизни. Происшествия подобного характера в 99% случаев свершаются исключительно под копирку. Пьяная тварь. Мне еще кто-то говорит, кто-то имеет наглость писать, как я могу так людей оскорблять, пьяной тварью называть. И что, имеет значение, кто это, премьер-министр или какой-нибудь простой работяга? Не имеет значения, на мой взгляд. Потому что если это совершил человек, неважно кто он, он подонок и преступник, он мразь конченая. Вот слева машина, где 28-летний парень погиб от пьяной сволочи. Машина на обочине, вот кадр, посмотрите. Кстати, на черном внедорожнике, вот по прямой мы выезжаем, надо же, совпадение какое. Еще некоторые говорят, почему такой большой внедорожник, зачем такой тюнинг? А вот за этим, дорогие друзья, только за этим, ни для выпендрежа и ни для охоты. Мы не ездим ни на рыбалку, ни на охоту. Не просто так я на свои лэнкрузеры поставил ARB-шные передние и задние бампера, усиленные пороги, раму и все остальное. Почему? Были испытания судьбы, что называется, когда, например, отец моей жены в аварию попал и абсолютно ничего, абсолютно, причем виновник, кто это был, был на КАМАЗе. На КАМАЗе, не буду сейчас говорить время на это, нет, но вот это все действительно помогает. Страшно ездить, страшно ездить. Это единственная, кстати, у нас машина, на которой я, ну, скажем, не опасаюсь ездить так уж сильно. Это я постоянно жену свою ругаю, говорю, ты не смотри на знаки, это смотреть надо, конечно, все хорошо, на дорожные правила и так далее. Ты понимаешь, они не будут смотреть, им плевать. Из любого угла может выскочить какая-нибудь сволочь под наркотиками, под алкоголем и так далее, и задавит, раздавит, разобьет. Надо смотреть не по знакам, а по сторонам и внимательно за всем. Это как на войне сейчас на дорогах, понимаете, какая штука. И вот как раз в этот день мы обсуждали, я позвонил вот этому нашему мастеру по машинам, он говорит, я просто вот в шоке. Я, говорит, еду, например, везу вам вот более еще дорогую машину с ТО, и боюсь просто вот после такого вообще, так сказать, всю жизнь не расплачусь. Надо мне это, так сказать, понимаете? Это убийцы, садящиеся пьяными за руль. Убийцы, сознательные, осознанные. И правильно Ефремов сказал, что нет мне прощения. Видно, как вот эти следы, ну уже, видимо, тормозов, как он врезался, вот прям влупился, видите, уехав через сплошную навстречку. Кстати, скорость была, и с гаишниками там поговорили, 150. Вот у этого на БМВ он ехал со скоростью 150 километров. И тот человек ехал с какой-то, ну пусть небольшой скоростью. А, кстати, там разрешено 60 километров в час. Ну, допустим, удар был встречный 200. Вот вам и пожалуйста, что с БМВ, ну, перед разбит, люди живы, вот, отброшенные. Ну, всё в осколках, всё в кусках машин, подушки, всё сработало, видимо, и люди, по крайней мере, живы. Там, говорят, там, ну, кровь из носа, что-то такое, то есть ничего особо серьёзного. А сколько за 20-30 последних лет такого? Вы знаете, это армия, которую просто кинули, зарезали, уничтожили под пулемётный огонь. Армия людей, это сотни тысяч людей. И вина всему проклятый алкоголь в обществе. Как норма. Многие не понимают этого. Из вас, я тоже уверен, до сих пор многие не понимают. Надо уметь пить, скажет кто-то. Или там, выпил, посади кого-то за руль трезвый. Найми такси, как это пишут. Вы понимаете, это частности, дорогие друзья, вот это вы не можете понять, ещё некоторые из вас. Алкоголь – это протоплазматический яд. Алкоголь – это наркотик. До 70-х годов ГОСТа это так и звучало. Наркотик – сильный наркотический яд. Нет оправдания алкоголя в обществе. Абсолютно никакого. Человек, который пьёт, он убийца и преступник. Он в любом случае подонок и мерзавец. Даже если он пьёт умеренно, культурно, на Новый год, на свадьбу и так далее. Потому что этот человек, пьющий, кто употребляет алкоголь, он вносит лепту в дело уничтожения своего же собственного народа. Потому что практически все беды и горе отдельно взяты из семьи. Бедные дети, которые при живых родителях, пьяницах, сидят в детских домах. Убитые дети, выкинутые пьяной матерью или отцом там с 10 этажа. Задавленные, раздавленные, убитые, зарезанные и так далее, и так далее. Бытовая преступность почти на 95% – это только алкоголь. И нет того ни единого оправдания. Знаете, какие оправдания только есть? Честные, только те, которые являются сутью, а не тем, что эти негодяи говорят в оправдании своего стакана или фужеры или рюмки на столе. Им хочется бухать. Вот и всё. Им хочется получать эти извращённые мнимые наслаждения от этого проклятого зелья. И неважно, как оно называется, где содержится, спиртосодержащий жидкость, сколько бы эта бутылка ни стоила. От 10 тысяч евро до копеек – это поганое бухло. А всё остальное – это этикет, вуалирование, жонглирование и попытка оправдать, дешёвыми попытками оправдать своих низостей, глупостей, подлостей и так далее. Любой ценой, даже попрание здравого смысла. И дело здесь не в мере. Мера – это усугубительный фактор, это провоцирующий фактор, это больше процентов, что ты сейчас это что-то плохое совершишь. Но в любом случае, в любых количествах, и давным-давно это было доказано, и академикам Павловым, и Бехтеревым, и академикам Угловым, любая доза алкоголя разрушает головной мозг. Любая доза алкоголя человека вводит в состояние, отличное от его естественного человеческого состояния. И так далее, и так далее. Нет оправдания алкоголя в обществе, никакого, абсолютно. Но идём дальше. Ну вот один человек пишет, многие так писали. Великий актёр, какой он нахрен великий? Он что, подвиг совершил? Что он такой статус получил? Ну да, талант. И что? Убил человека. Убил человека. А потом, кстати, насчёт великого актёра, это тоже большой, огромный вопрос. Ну есть роли неплохие. Но роли-то его какие в основном? А, кстати, впрочем, это выразил автор следующего письма. По-английски почти нечитаемое. Оказывается, в кино он сам себя играл. Амплуа алкаша. Ну а вы что, только узнали об этом сейчас? И он так и играл, что мог, то и играл. Ну а последнее время, сами знаете, в Самаре, что ли, по-моему, со сцены, невменяемый, так сказать, выступал, но в алкогольном угаре, его одёрнули с первых рядов, он там их обматерил. Но это норма для него. Это норма для любого окончательно спившегося человека. Вы поймите, алкоголь – это наркотик. Как человек может себя как-то оградить? Алкоголик – это распущенность и зависимость. И да, дорогие друзья, правильно Жданов говорит, алкоголизм – это не болезнь, а распущенность. Потому что, действительно, как он пример приводит, отправить на какой-нибудь необитаемый остров, ну, условно говоря, где вот фрукты, плоды, всё есть. Скажем, алкаша в самой последней стадии, какого-нибудь рака у больного в самой последней стадии, ещё какого-нибудь там человека, умирающего от чего-то. Один умер, через год приехали. Другой – алкаш сидит розовый, радостный, так сказать, здоровый. Потому что стоит убрать алкоголь, ломку он пройдёт, не давать, и человек выздоровеет, ну, если не имеет другие серьёзные заболевания и так далее. Всё, никаких оправданий алкоголю быть не может. Никакая это не болезнь. Да, это наркотическая зависимость. Да, это полная распущенность и наглость. И потакание в своих больных пристрастиях, так сказать, вот это да. Так что не надо там вот адвокатам или что-то такое про болезнь и так далее лечить надо. Нет, это не болезнь. Это его выбор. Это не болезнь. В глотку никто не льёт. Болезнь. Это что, непредвиденные его обстоятельства наливать себе стакан и опрокидывать? Нет. Это что, инсулиновый шприц, не уколов, так сказать, человек в кому может уйти и погибнуть? Нет. Сегодня мы его жалеем за его слова, за его покаяние. А ещё вчера, совершив преступление, что он сидел там куражись, говорил, «А я его вылечу, у меня денег до хера», перефразировав. А вы в курсе, что он совершил только в этом году 10 или 20 правонарушений, будучи, естественно, пьяным? Это только то, что зафиксировано. Не считая, сколько его отпустили, потому что он известный актёр и нравится кому-то из сотрудников ГИБДД, допустим. Не считая, сколько мог откупиться раз и сколько просто его не поймали. Ну, то есть умножайте на 20 там, ну, каждый день, постоянно пьяным. Да и это говорят и другие люди, кто его знал. Тот же Шевченко об этом говорил, что он его видел, знал пьяным постоянно. Не секрет? То, что он в 2009 году, это из того, что известно, он совершил ДТП, там люди выжили. И как это понять? То есть, когда человек постоянно безнаказан, и когда у него совесть отсутствует, либо совесть пропита, не просыхает, то он и будет дальше совершать, пока что-то кардинально не изменится в его жизни. А виновата в этом и общество в целом тоже. Потому что мериться с этим, с тем, что алкоголь существует в обществе, думая, что, ну, это мера нарушена, какая мера? Какая мера у наркотика может быть? Алкоголь вызывает эйфорию. Алкоголь изменяет состояние сознания. Он приводит к тому, что один другого режет, убивает и так далее, а потом сидит, кается. Как я мог это сделать? Тогда заткнитесь, защитники алкоголя. И честно скажите себе, да, алкоголь это то, чего не должно быть в обществе. Так должен сказать любой порядочный, честный человек себе в первую очередь. И сделать все, чтобы в обществе не было алкоголя. Его надо запрещать уже давно. Хватит попойки устраивать. Человек всегда рождается нормальным трезвенником природным. Он не пьет от природы, это неестественно. Но начинает когда-то. И вот только потому, что он когда-то начинает пить, спивается до пьяницы, потом до алкоголика, и совершаются тысячи и миллионы разных, разного уровня преступлений, постоянно, каждый день. Вот вам и все. Вот вам и вся правда банальная. Ну вот пишет человек под ником, таким Лелик Болик. Я думаю, сейчас в каждом дворе России ни один магазин красное-белое или Бристоль, где бухлой продают, видимо, да, это для того, чтобы наркотик был доступен народу на расстоянии вытянутой руки. Так оно и есть. Ну а Гарвардский проект 20-1. Директива Аллена Даллеса, который либералы, естественно, считают фальшивкой, только почему-то происходит ровно на 100%. Как сказано, было там когда-то давно. В 2004 году Жданов Владимир Георгиевич, известный борец с алкогольной мерзостью, про это подробно говорил, то есть уже прошло 16 лет. До этого другие люди говорили, написано это было еще раньше. Пусть это якобы подделка, но происходит-то по жизни именно так и что. Через алкоголь уничтожается самосознание народа, нравственность, совесть, и тогда все четко происходит так. И вот, чтобы на расстоянии вытянутой руки все верно было доступен алкоголь. Бухайте. Будет алкоголь, будет работа у медиков, фарминдустрии, полиции, судов и так далее. Ну все так. И вот человек мне прислал один, пишет, парень молодой там высказался, видео снял. Он зверь. Почему водителя не взял? Ну вместо себя. Старый мерзкий алкаш и наркоман. Ну и вот видео. Ну так, все правильно. А откуда, дорогие товарищи, это все идет? Откуда, что называется, ноги растут? С его молодости, детства, как он воспитывался? Как богема в среде известного человека, у кого не было времени, возможно, быть может, скорее всего, на своего сына, как у многих таких людей. И жаль, и плохо. Многое давалось, многое прощалось. Но надо отдать должное, что его отец Олег Ефремов, он все-таки, его узнав в очередной раз про его шалости, там вот все-таки добился, чтобы в армии он по полной программе послужил. И мой, кстати, товарищ, он служил вместе с одного года, вот с Ефремовым, тоже много чего интересного рассказывал. Вот пишет один человек, что спившееся ничтожество не имеет никакого отношения к великой актерской школе. Это пьяные ролики, это дешевая публицистика, это выродок и наркоман. Вылез на славе и возможностях отца. Может играть только алкаши. И действительно, вот просто, а какие великие такие роли этого артиста были и есть? Не, ну кроме любимых либералами, высмеивающих, так сказать, власть, там, Путина, Медведева, и я тоже смеялся, когда там на комбайне, в поле и так далее. Это смешно, понятно, подколы адекватные зачастую. Но дело-то не в этом, а вот фильмы-то, какие великие роли? Ну, назовите какие-нибудь. Может, это Ролан Быков, может быть, это Ульянов, то есть уровня их. Да, конечно, нет. Ну, конечно же нет. Вот кто-то пишет про детей чиновников, про эту золотую молодежь, так сказать. Вот он тоже представитель той еще, 80-х годов золотой молодежи. И что? Ну, и эти, и те мерзавцы и подонки, кто живет таким образом, кто глумится, кто выпендривается заслугами своего отца, ну, своих родителей, неважно, кто считает, что любые его преступления, подлости, мерзости, низости будут безнаказанными. А они не должны быть безнаказанными ни у кого. Ни у детей чиновников, ни у детей политиков, олигархов, ни у детей артистов. Не должно быть исключений. Разве не так? Либералы, вы же должны с этим согласиться. Или как-то не хочется соглашаться. Конечно, нет. Ведь еще великий Достоевский сказал о нашем либерале, сказал следующее, что русский либерал – это лакей, который только и ждет времени, случая, чтобы кому-то почистить ботинки. А кому чистят ботинки наши нынешние либералы? Ну, разумеется, дядюшке Сэму. Разумеется, иконе в виде прекрасного, преуспевающего, прогрессивного Запада и в виде Европы и Америки, образа жизни вот этого и так далее. Естественно, они ненавидят Россию, только ищут любой повод для них, неважно какой повод, лишь бы вылить бочку дегтя на русский народ, историю, лапотничество, якобы невежество русского народа, какой-то патриархальный патриотизм, отсутствие культуры, просвещение, нетолерантность и так далее. А какие прелести прогрессирующего Запада воспевают либералы? Пидорастию, все эти гей-парады, дозволенность во всем, секс-просвещение в школах. Они, разумеется, из-за того, чтобы был родитель номер один и номер два, ну как в прогрессивной Европе, все же так должно быть. Они, естественно, ненавидят семью, я не конкретно Ефремову сейчас говорю, нет, я сейчас говорю о типичных либералах, которые будут защищать любого человека, тем более известного, более-менее из их тусовки. Вот я об этом сейчас говорю. У них однозначно двойные стандартные, одному позволено, другому нет. Ради либеральных идей они готовы распятий, расчленить человека, никаких проблем. Они пишут про каких-то там фашистов, сами являясь фашистами. Многие из них неотроцкисты, ничего удивительного здесь нет. И правы те, кто говорят и ставят вопрос, а вообще-то для вот этих либералов жизнь курьера имеет ценность какую-то или нет? Судя по всему, нет. А вот ссылка будет под видео. В крови устроившего смертельный ДТП актера Михаила Ефремова нашли следы кокаина и марихуаны, сообщил источник РИИ новостей в прохранительных органах. То есть, и он это не отрицает, то есть, у него не только алкоголь. Ну и, разумеется, наркотики, как это действительно, в этой так называемой богемной артистической среде, очень даже распространенной. Ну, естественно, я не про всех актеров говорю. И, кстати, прибежали Гармаш и прочие его друзья. Для чего? Отмазывать? Ну, не получилось. Убежали. Расстроились друзья. Сами, видимо, такие. А друг настоящий должен был сказать, ты что, мудила? Ты что творишь? Я тебя другом считать не буду, если ты еще раз бухнешь за руль и так далее. Вот друзья, как должны были сделать. По морде дать друг должен был настоящий. А потом внушить ему, объяснить, что же ты творишь, собака, показав кадры раздавленных детей, людей, оставленных родственников в горе, для которых жизнь кончена. И так далее. Вот что нужно было бы сделать друзьям. Кстати, мне Альберт Гаймиан написал. Это директор Международного общественного учреждения Национал-правозащитный комитет презумпции. Он написал, что избранные меры пресечения в виде домашнего ареста Михаила Ефремова, вставшему в нетрезвом состоянии виновником ДТП со смертельным исходом, являются несправедливым и необоснованным. Михаил Ефремов, потомственный алкоголик со стажем, который уже неоднократно вел себя нагло и был виновником резонансного ДТП в прошлом, должен находиться не под домашним арестом с холодненькой, беленькой, вместе с закуской, а в общей камере бутырки, в невыносимых условиях, в которых содержатся те, кому не грозят домашние аресты с комфортом. Ну что, либералы, неправильно написал человек? По-моему, справедливо. Заявил правозащитник. Вот подробности в материале тут будет, ссылка тоже дана. The One, некий такой, тоже по-английски. Дорогие друзья, пишите по-русски, ники свои. Ну пишите, как вас зовут. Ну хватит, это скрывать. Честным надо быть, открытым человеком. И вот, так сказать, говорить уж мы, русские люди, или там в России на русском языке говорим, так и пишите себя по-русски. Ну ладно. Он кокаинщиком был. Почитайте, что люди уже два года назад о нём писали. Да, действительно, знаете, что пишет один человек? Вот я специально скопировал письмо. Ну вот пишет человек, просмотрев вот это вот интервью его. Интервью не досмотрел противно. Ефремов приспособленец и лицемер, как и большинство пьяниц. Он мажор. Не мажор, типа, видимо, там он отмазывался, что он не мажор. Он прыгал на папином мерсе в джинсах, учился в спецшколе. А мерсы были тогда у кого? У любимого Высоцкого. Ну там, у Антонова, понятно. Самые недооценённые и притесняемые. Сегодня модно быть либералом и срать на историю своей родины. Пожалуйста. Ну, пример имеется в виду. Пропитая рожей, имею в виду Ефремова, ставит Гитлера и Сталина рядом на одну ступень. Ну, дальше он пишет. Завтра станет модно, нахвалит Сталина. Этот синяк будет размазывать сопли, целую портрет и кричать, как он Иосифа Виссарионовича всегда обожал. Ну, запросто, кстати. В Москве ещё много алкашей, нариков и идиотов. А я вам на это скажу. Это вот один ещё из тестов. Это ещё один из тестов на порядочность, на человечность, на вменяемость и так далее. Но в наши-то дни уже должна пелена с глаз спасть, а, наверное. Что-то можно изучить и понять, как за последние 30 лет мозги загадили нам вся эта либеральная сволочь насчёт того же Сталина, обвиняя его во всех смертных грехах. А сравнивать Сталина, верховного главнокомандующего, человека, который совершенно прав, Черчилль, который сказал, что принял страну с Сахой, а вывел с водородной бомбой, благодаря которому, а человек действительно работал круглые сутки, не спал ночами и других заставлял работать круглые сутки в тяжелейшие времена, в самые тяжёлые годы истории нашей страны, которую с колен поднимал, готовил к неминуемой войне, мобилизовал всё, что можно было, настоящий хозяин, человек, который жил абсолютно не для себя, а для Родины, как в той песне пелось, «Жила бы только Родина свободной и счастливой, а выше счастья Родины нет жизни ничего». И вот сравнить этого человека, кому мы обязаны всем, что живы, что ещё хоть как-то можем бороться за свои права и, так сказать, вот эта либерастея международная в лице международных транснациональных корпораций, которым и служат вот эти либералы, по дуре своей или за деньги, искренне заблуждаясь или действительно являясь последними подонками, негодяями. Так вот, и сравнивать с Гитлером, врагом народов, многих, нашего народа, русского народа, советского народа, сравнивать того, кто хотел, чтобы люди жили счастливо, сравнивать того, кто хотел и делал всё для того, чтобы люди жили с высоко поднятой головой честно, справедливо, открыто, трудясь, отдыхая, любя, строя, созидая, кто создавал, действительно воспитывал настоящего человека, патриота и того, кто хотел завоевать весь мир, кто хотел уничтожить миллионы людей, кто хотел и творил немыслимые преступления. Сравнивать могут только конченые мрази, подонки, которых надо расстреливать, потому что это пособники фашистов, это пособники Гитлера, пособники. И вот Быков, его дружок, в 19-м году, перед 9 мая, будучи естественно пьяным, наговорил многое, что не стал бы, вероятно, говорить в трезвом виде, ну, трос свой открыл до конца, который чуть ли не боготворил Гитлера. В интернете это легко найти. И что мы должны сказать этим людям? И вообще, можем ли мы называть таких людей людьми? Ну, либералы, разумеется, да, это понятно, для них это норма. А мы как должны к этому относиться? Вот я все-таки допишу статью про Быкова, подробно, досконально и опубликую. Ну, и завершая тему, еще хочу прочесть. Некая Любовь Анатольевна Вержиковская по-русски полностью уже рад. Но написала мне следующее. Кто вам, это вот под мое то видео, кто вам дает право обзывать его, Ефремова, тварью? Разговорились, кому не лень? Кто мне дает право его называть тварью? Ну, во-первых, он сам. Он сам считает, что он тварь последняя. Как он поступил, и нет ему прощения и так далее. И молодец, что правильно так делает. Нашел себе в этом мужество. Я очень этому рад. Во-вторых, мне дает право покойный Захаров. Человек, который не хотел, чтобы его пьяная тварь убивала. Он хотел жить. У него были планы на жизнь. Он хотел зарабатывать. Поддерживать свою больную мать, жену, семью. Мне дает право его мать, которая не жива, не мертва сейчас. Мне дают на это право миллионы убитых, задавленных, неповинных людей, которые не хотели, чтобы пьяные твари их давили. Мне моя совесть дает право это говорить, потому что если я промолчу и не назову вещи своими именами, я буду пособником. А я не хочу им быть. Я хочу открыть глаза тем людям, кто еще может быть на перепутье своего, скажем, определения в данном вопросе находится. Хочу точку в этом вопросе поставить, чтобы все-таки укрепить в порядочных людях вот их чувства, которые они не должны скрывать, а должны об этом говорить. И такого мы, общество, народ, допускать в дальнейшем не должны. А для этого нельзя молчать. Нужно понять проблему. Нужно все изменить в обществе. И в первую очередь убрать алкоголь, вести пропаганду здорового, трезвого, единственно возможно трезвого образа жизни для нормальных людей. Приучать детей к тому, что именно от этой капли алкоголя ты можешь перестать стать человеком, ты станешь пьяницей зависимым. И это обязательно совершишь какое-то преступление. Одно, другое или третье, но какое-то обязательно. Ты перестанешь быть человеком, ты перестанешь развиваться, ты будешь деградировать. Ты совершишь преступление, и ты за это обязательно ответишь. И поэтому, чтобы не совершать этого, будь, сынок, дочка, племянник там или племянница, трезвым человеком, никогда ни капли алкоголя не должно быть внутри тебя, этого проклятого зелья, от которого столько бед и горя нашему народу во все века было. И вот последнее наглое, циничное, подлое, несправедливое письмо мне от некоего Дмитрия Холодкова. Хорошо, что тоже человек пишет по-русски, уже рад. Да, Ефремов виноват, и он сам не уходит от ответственности. Но вы, Фролов, повели себя как шакал, и выглядите как шакал, и путинское вечерние мудозвоны, как Соловьев, Губерниев и другие шакалы. Потому что вы не говорите, сколько... То есть он объясняет, почему я так выгляжу, как какие-то там мудозвоны вечерние и так далее. Потому что вы не говорите, сколько убийств принесли мажоры чиновников, за которые ничего не было. Там дальше он все неграмотный, человек абсолютно безграмотен. Дело не в этом, окончание приходится переделывать. Не были за разорение России, Путина, Медведя, Чубайсом, Шойгу, там и так далее, и так далее. И не счесть им подобных, ушедших от наказания. Ефремов один из немногих, кто восстал против режима, там и так далее, преступного режима. И теперь за это, что он восстал, а, кстати, как он восстал? Денега у него много, режим его не зажимал, а он восстал, ну, прямо Жанна Дарк. И, конечно, поплатился, вероятно, тем, что его к стенке поставили. Нет. Значит, не Жанна Дарк, Ефремов ваш любимый, а трус, безусловно. Правильно про него пишут люди некоторые. И, разумеется, дело не в Ефремове, как я уже сказал, а здесь подытожу. А дело в том, что я всегда говорил, не важно кто, не важно, тем более, какие-то дети, чиновников, самые жесткие наказания должны быть для них, самые жесточайшие. Поэтому вы, товарищ Дмитрий Холодков, то, что назвали меня шакалом, вы являетесь конченой мразью и подонком, не человеком. Потому что сначала бы изучили, на кого бы пасть поганую свою открыли, а потом бы что-то вякали. Не имея на это никакого права и основания, главное. Потому что как раз и я, вот цитирую, говорю как раз, сколько убийств принесли, мажоры и так далее. Вот это видео, еще раз посмотрите. Мажор, не важно кто. На разные темы у меня есть видео. И больше я их буду все снимать, вот на эти темы. И поэтому любой человек, такой преступник, должен понести наказание. И не важно он кто, чиновник, милиционер там, или он, так сказать, является артистом. Это не имеет значения. Любой взорвавшийся наглый хам, любой алкаш, который является сознательным преступником, должен понести самое суровое наказание, вне зависимости от раскаяния. Раскаяние может немного смягчить вину, что называется. Безусловно. Безусловно. Но всему есть предел. И точку в этом вопросе, вот отношение общества, отдельно взятого человека, отношение в том числе власти, и неважно нынешний, будущий или прошлый, должно быть более жесткой. И должно было быть и раньше более жестким, чем сейчас к этому делу. Никто не должен откупиться, никто не должен быть безнаказанным. И вот эти проклятые детишки, наглые, циничные подонки, хамы, выпендрежники, должны нести точно такое же жесточайшее наказание. Ну что, претензии еще есть ко мне? У подобных. Что не так? А не так здесь только одно. Просто вы ненавидите люто Россию, Родину, историю русского народа, прошлое наше. Вы чистейший, подлый, низкий либерал, вот как все эти на эхо Москвы там и так далее. И вы ищете только любой повод, чтобы оправдать как раз шакала в вашей стае любой ценой. Потому что он ваш, потому что вы сплочены ненавистью и потому что он именно шакал. И вы шакал. Дорогие друзья, напишите под это видео мнение по четырем вопросам. Первое. Какое наказание Ефремову должно быть за содеянное? Второе. Какое по факту реальное наказание будет Ефремову? Он говорит, что он не будет никаких мер принимать. Но друзья-то его будут, как вы полагаете? Я полагаю, будут. Ему и не надо меры принимать. Третье. Употребляете ли вы алкоголь? Если нет, то как давно бросили? Интересно. И четвертое. Повлияло ли на вас вот это? Вот то, что с Ефремовым, то, что сейчас я вам рассказал, то, что каждый день происходит, неважно с кем. Вот это мое видео. Повлияло ли на то, что вы, если даже потребляли, то вы теперь с этого дня, с этой минуты никогда больше не будете потреблять эту проклятую жидкость, это проклятое пойло. Это зло в чистом виде. И, пожалуй, пятое и шестое. Пятое. Раскаяние Ефремова, как вы полагаете, было искренним. И шестое. Его раскаяние должно как-то изменить, смягчить его вину. Напишите, пожалуйста, под этим видео. Будьте активны. Имейте свою четкую позицию. Выскажите эту свою позицию. Ну, пожалуй, все. Вы знаете, какая-то сволочь еще написала одно такое было письмо, что я злорадствовал. Я просто поражаюсь, конечно, все больше и больше, какие же люди есть либо идиоты, либо подонки. Ведь невозможно было по тому видео моему сказать о том, что я злорадствую. Я горюю. Я негодую, но не злорадствую. Более того, для оконченных идиотов я там так и сказал, что я не злорадствую. Поймите правильно. И так далее. Но, тем не менее, пишут. И имейте привычку всегда досматривать, перед тем, как судить видео до конца. Имейте привычку потрудиться, разобраться, что из себя представляет человек, перед тем, как навершивать на него ярлыки. Не судить, если ваша позиция не совпадает с его. И еще мой совет. Имейте как бы понимание, осознание того, что есть некие лакмусовые бумажки, по которым можно однозначно сказать о человеке, что он из себя представляет. Это отношение его к определенным вещам. И вот как раз вот эти лакмусовые бумажки, некоторые из них, я сегодня раскрыл как раз вот отношение к этой вседозволенности, толерантности, к смешиванию всего, всей, вся наций, культур, вот это мультикультурализм. Для чего и кому это надо? Ну, неужели это люди не понимают? Вот только на чью мельницу льют воду те люди, которые вот это защищают и это проталкивают. Винтики послушные. Вот как раз вы таки являетесь винтиками в этой машине либерально-фашистского глобального террора, который сейчас надвигается активно на всю планету. И вы либо соучастники этого преступления, гораздо более худшего, чем фашистская Германия, нацистская Германия, и либо вы полностью просто идиоты и подверглись такой пропаганде либеральной за последние годы, что вы уже просто биоробот, который не способен мысли чувствовать адекватно, который не способен думать, сопереживать, который является паразитом. И может быть вы живете только для собственного наслаждения, развлечений, для своих собственных свобод, которые являются для вас вседозволенностью и так далее, и так далее. Есть лакмусы определенные, понимаете? Есть. И они очевидны и понятны для любого нормального человека. Но надеюсь, об этом мы еще не раз с вами поговорим. У меня есть заготовки тут, задумки. Про некоторые такие темы снять видео, осветить их. Дорогие друзья, вот кто за рулем, обращаюсь к вам, вот к нормальным людям. Езжайте медленно, смотрите по сторонам, не гоните, не вы так вас, понимаете, какая проблема, так сказать. Вы там мастер, ас, да не волнует это никого, какой вы мастер, ас. Всегда найдется топор, который в рожу прилетит, так сказать, понимаете? Всегда найдется вот такое, 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 миллионы таких убийц. Полной защиты нет ни у кого, если вы только не в танке, так сказать, понимаете, на дороге. Вот от таких преступников. И где бы вы ни были, в огромном городе или в деревне, вот чего может быть. Да у нас тут в Пушкинских горах есть один поворот, где в один год и в другой. В одном и том же месте, по прямой, пьяни поганые, малолетние. Ну и там насмерть разбился один, по-моему, может, несколько, даже не помню. Прямо в одном месте, по прямой. Миллионы таких за годы последние умерло, погибло, убило друг друга, так сказать, вот такими разными способами, понимаете? Не должно быть в обществе алкоголя. Не должно. Это только вот вершины айсберга мы коснулись. А сколько других преступлений бытовых, а сколько предательств и так далее происходит по причинам наличия в обществе алкоголя, а не по причинам меры этого проклятого наркотика и яда. Никогда не говорите глупости, не повторяйте с другими по поводу меры. Нет у наркотиков меры, как нет меры у героина, опиума и так далее. Также нет у пока еще легального наркотика, алкоголя никакой нормы. И никакого нет и не может быть нравственного, морального оправдания потребления этого проклятого яда. Ну, пожалуй, все на этом. Всего хорошего. Я желаю всем порядочным, честным людям. До свидания.